Сергей Александрович, поделитесь вашими первыми впечатлениями о прошедшем матче. — Всегда приятно приезжать в Воронеж. На стадионе футбольная хорошая атмосфера. Город, конечно, заслуживает команды и ФНР, и Мирлиги. Это всем ясно. Приятно приезжать, но уезжать хотели немножко с другими чувствами. По игре обидно, что не справились со стандартами, потому что все три гола пропустили после стандартов. — Сами, может быть, не создали много моментов. План на игру строился в целом от того, что мы хотели первый тайм как можно дольше удерживать счет, который не устраивает факел. А потом выпустят наших футболистов, которые более сильны в созидании, к атакующей игре более склонны, что-то во втором тайме создавать. К сожалению, не по нашему сценарию прошла игра. Быстрый гол до пятнадцатого минута мы пропустили. И потом еще два стандарта одни мястры. По факелу могу сказать поздравить Город с хорошей командой и пожелать вам покинуть зону царта. — Спасибо. Вопрос, пожалуйста. — Александр, когда вы принимали «Курский авангард», наверняка не предполагали, что с таким рядом проблем придется столкнуться. Наверняка не такой результат на промежуточном финише рассчитывали, как молодой амбициозный тренер. Что у вас не работает пока? — Скажу, да. Когда принимали «Авангард», думали, что место, занимаемое после летней осенней части турнира, будет другое. К сожалению, столкнувшись с реальными, столкнувшись, что кое-кто из футболистов выпал у нас по травме, мы не смогли донести во всех матчах футболистам надею, что вторая лига — это прежде всего борьба, это прежде всего желание, это прежде всего полная самоотдача на поле. И в некоторых матчах мы были слишком легковесны. Сейчас видим ситуацию в том, что в весенней части зимы надо очень благотворно работать, подготовиться. А прежде всего, если будет какое-то усиление, то это усиление будет за счет футболистов, которые очень и очень хотят пробежать. Наверное, волевой фактор главный, в котором мы проиграли, в котором мы испытываем неудобстворение — это волевой фактор. Павел Гусев, главный тренер футболиста. Спасибо большое. Внимание, Павел Гусев. Первые впечатления у вас, как обычно, на одном из вопросов. Хочу всех поздравить с победой. Победа абсолютно заслуженная и закономерная. Игра проходила полностью под нашу диктовку. Команда «Курск» не создала ни одной мало-мальски задачи, которую мы могли решить. Но полмомента не имели. Мы имели преимущество. Очень приятно то, что все три мяча были забиты со стандартных положений. То, что мы наигрывали на тренингу, как наконец-то появились результаты этой работы. Поздравляю ребят с хорошей игрой и с хорошим результатом. И всех болельщиков. Покем. После долгого перерыва Бутылин появился на поле. Зато Альшин и Бекетов вылетели. Что с ними? Ну, у нас перед этой игрой были огромные проблемы, связанные с составом. По сравнению, если вы обратили внимание, по сравнению с предыдущей победной игрой в Калуге, у нас отсутствовало сегодня в основном составе четыре человека. И все они выбыли на длительный сток. Пока под вопросом состояния находится Могилевского. Надеемся, что возможно он восстановится. У него боли в коленном суставе. И до последнего мы надеялись, что он выйдет. Потому что это ключевой игрок у нас. Системообразующий в команде. Лидер команды, капитан команды. Человек, который руководит командными действиями. Альшин, у него переломы пятой крючневой кости. В гипсе 17 числа только снимут ему гипс. И дальше восстановление. Ну, все до конца турнира, осенней части. Альшина в составе больше не будет. В связи с тяжелой травмой. Серьезная травма у Василенко. Надрыв задней поверхности бедра. Когда тоже эту часть чемпионата он закончил. И травма. Травма. Ушиб пяточной кости с растяжением. У Крикетова. Вот четыре человека основного состава мы потеряли. И те ребята, которые задали вопрос по Бутылину. Бутылин. Я очень доволен его действиями. И в обороне, и в плане развития атаки. В связи с тем, что он отсутствовал после тяжелейшей травмы. После разрыва криморально-ключичного сочленения. Откровенно говоря, для меня была даже как-то приятная неожиданность. То, что он так быстро восстановился. Парень очень характерный. И все. И провел его на очень хорошем уровне. Хотя особых задач, особых таких трудностей, еще раз говорю, команда «Варгат» нам не создала в атаке. Но, тем не менее, очень уверенно провел его в плане контроля мяча, в плане передачи, обостряющихся. Начало развития атаки. Я доволен действием Бутылин. Редактор субтитров А.Семкин